Главная тема форума этого года – этнический фактор, уязвимость или преимущество. По словам спикеров, наша страна богата своей разнообразной культурой, этносами, традициями и оттого самобытно и сильна. Однако в это непростое время внешние силы пытаются разыграть национальную карту и пробуют на прочность единство наших народов. И недавние антиизраильские погромы в аэропорту Махачкалы – лишнее тому подтверждение. В отдельных секциях обсуждали освещение в СМИ темы мигрантов, продвижение многообразия оккультуры. Роль медиа в снижении градуса межнациональной напряжённости. Работали здесь и слушатели курсов школы межэтнической журналистики, которые пишут на межнациональную тематику. К слову, материалы наших земляков нередко отмечают федеральные эксперты. Две работы, которые были выдвинуты от СДКР, они обе пошли попавали в топ. Это работа с названием «Зачем учить поместок в наше время?», а вторая работа «Морошковая мафия». Они совершенно разные. Одно такой серьёзный, кондовый, аналитический, сглавный. А второй – это студентка, она, кстати, поведительница. Она, проезжая по СДКР, постоянно видит, как бабушки продают ягоды, в том числе мороженую. И она разговаривала с таксистом, выяснила, как мороженую поставляют в отдалённых районах. И он был такой на выдохе написан, очень лёгкий, интересный, с диалогами. И его кураторы отметили. В рамках медиафорума подвели итоги Всероссийского конкурса этнической журналистики «Смиротворец», который за последние 15 лет стал самым масштабным. В этом году в шорт-лист финала конкурса попали 136 медиа из всех 89 регионов страны, включая новые регионы. 15 лет назад межнациональная тема, она была фрагментарная. То есть, вот один раз выстрелили, второй раз не выстрелили с этой темы, да, она была случайная. Сейчас это системная работа целых коллективов, это специализация журналистов, это совершенно другое качество работы и количество тоже совершенно другое. И это не может не радовать, потому что я считаю, что вот сам факт существования межэтнической журналистики, он уникален вообще в мировой журналистике. Ни у кого другого такой нет. За 15 лет конкурса в нём приняли участие свыше 100 тысяч журналистов с работами на межнациональные темы. А в этом году заслуженные награды получили 35 средств массовой информации, в том числе блоги из 26 регионов страны. Павел Королёв, телеканал Юрган, Москва.